Всем привет! Сегодня к нам приехал Hyundai Palisade. Редкий автомобиль пока что для наших дорог, но в принципе они все чаще и чаще встречаются в пробках везде в Москве. В общем, проблема в чем? Человек приехал с жалобой, что идут пинки при вывернутом руле. Автомобиль дергается во время старта, то есть вы стоите на месте, вы урочиваете руль до упора, и начинается дергание, когда вы начинаете трогаться. Вот. По предыдущим автомобилям полноприводным корейского производства, такие Hyundai всякие, Sorento, Santa Fe и все остальное, мы уже давным-давно знаем, что обычно при таких признаках проблема в подключаемой муфте полного привода. Вот так вот она выглядит. Это муфта абсолютно нового образца. Здесь переделали крышку переднюю, здесь переделали заднюю часть стальника, но, как вы видите, сама конструкция приблизительно осталась точно такой же, как и была до этого. Здесь у нас так стоит насос, здесь у нас стоит датчик температуры, датчик давления. Вот. Ну, в общем, насос скачает жидкость, муфта замыкается, муфта срабатывает. Если идут пинки, значит муфта не полностью замыкает, соответственно, нужно ее разобрать, помыть, поменять масло и собрать обратно. В конструкции муфты, как вы видите, много изменений. Здесь, например, у нас уже вместо обычной гаечки зачем-то поставили стопорное кольцо, не знаю, как это должно было улучшить конструкцию, как по мне, ничего хорошего в этом нет. Вот такой вот стопорочек, будьте с ним осторожны и внимательны, потеряете такой, не найдете. Ну, благо, дальше снимается все чуть-чуть полегче. Дальше что? Дальше откручиваем крышку. Пробочку я сразу открутил, потому что потом будет чуть сложнее, когда, ну, не то что сложнее, не очень хорошо ее срывать, когда у нас будет новый герметик на крышке. Ну, благо, затянут не сильно. Ну, а опять, мне интересно, это на герметике? На герметике. Даже старого образца муфты, ну, который 520-й, они уже все на герметике. Масло, кстати, да, обратите внимание, очень черное масло. Это говорит о том, что уже, ну, много грязи, много пыли. Кстати, обратите внимание, из плюсов, насос на муфте точно такой же, как на 520-й, поэтому, если вдруг он устроен, запчасти есть, насосы отдельно продаются, все уже это прекрасно знают. Крышка, видите, уже идет сразу с подшипником. Раньше крышечка отдельно была. Не знаю, хорошо это или плохо, сейчас посмотрим. Это поршень. Вот насос всегда подсоединяется, дает на поршень, поршень сжимает пакет фрикционов. Внутри, конечно, все на вид совершенно по-другому сделано, чем раньше. Конструкция ясна, здесь, в принципе, все понятно. Сейчас мы это все дело перемоем. В целом, конструкцию упростили. Делали более толстую корзину из толстого металла, поставили дополнительные подшипники. Кстати, обратите внимание, тут тоже есть на корпусе колечко, надо его снимать, чтобы не потерять. Вот он, поршень, который давит на всю эту конструкцию и зажимает пакет фрикционов. Вот здесь подается масло, вот здесь вот канал. И он вот так вот прижимает это все дело. Подключается задний привод, то есть блокируются пакеты и все срабатывает. Из-за того, что масло мало по количеству и плохое по качеству. То есть плюс это все черная пыль, зачем нужно все спрашивать. Да поменяем масло и все там, или далее. Ну, а вы же видите, это все черное. И когда вот эта черная пыль попадает между фрикционами, то есть каналчики вот эти вот забиваются, и она начинает буксовать. Вот отсюда и пинки. Кстати, удивительно, что вот здесь никакого подшипничка нет. Мне кажется, это было бы в этой конструкции получше. То получается он буксует, нажимает, и вот видите, выработка появляется. То есть со временем эта вот деталь выйдет из строя. Самое важное во всей этой процедуре нельзя путать местами детали. То есть если вы что-то где-то не так поставите, вы можете это сломать. Поэтому, когда, если вдруг будете разбирать это самостоятельно, обязательно запоминайте, фотографируйте, в общем, делайте что-нибудь так, чтобы вы собрали все правильно. Не встало чего-то. О, все. Все получилось. Самое важное при установке не завернуть цельничек, иначе он потечет ручьем. Так, с этим все не забываем про колечко. Если его забыть, у вас будет в этом месте потеря давления, и муфта будет работать некорректно. Ну, как-то почти все, да? Осталось со стопором что-то сделать. Ставить его будет, мне кажется, так же сложно, как и снять. Мощный. В идеале, конечно, если бы у нас был такой новый. Но я думаю, что он продается только лишь с муфтой в сборе. Там даже пазика нету под этим, да? Там вообще специальные лопатки должны быть такие, чтобы его поставить. Да, еб твою мать. Так, здесь. ура конструкцию как вы видите мы все собрали осталось подождать буквально минут 15 чтобы подсох герметик чуть-чуть вот после этого можно будет залить масло и будем устанавливать масло обычная тф к всяких там это ну в общем там дорогущих масел сюда покупать абсолютно не нужно потому что ну тут очень простой принцип то есть обычные фрикционные пакеты то есть как любой коробки автомат самый простой и маленький насос то есть вы сюда хоть главное не заливаться до это там какую-нибудь трансмиссионку типа там для механики sp3 sp4 в принципе особо не важно 450 миллилитров зальем сейчас посмотрим как себя будет вести но я думаю это будет как раз то что нужно официальная информация о том сколько нужно маслом они найдем даже не будем пытаться его искать информацию потому как эта муфта считается не обслуживаемой то есть естественно этой информации нигде не будет также хотелось сказать тем ребятам которые в комментариях обычно пишут что вот вы неправильно собираете фрикционы нужно было смазывать маслом ну во первых вы будете смазывать маслом вы не будете знать точного количества масла которые вы залили это первое второе какой смысл в этой муфте смазывать все с маслом пакет фрикционов если вы просто ставите то есть в рабочее положение несколько раз прокручиваете у вас сразу же все пакеты одновременно смазываются чем вы будете тратить время на то что вы смазываете один каждый фрикцион отдельно вы сможете все просто провернув то есть пакет в масле то есть глупые глупости ребят пишите глупость все после этого берем вот так несколько раскрутим и соответственно она уже все смазалась и можно ставить ну что мы с вами стали свидетелем переборки новой муфты нового образца называется это муфта 4g 500 мы выяснили тут по запчастям по номерам назовем на 500 и что ли да были 510 520 это будет 500 и вот также у нас был прекрасный автомобиль палисад всегда и палисад 2019 года в отличном состоянии делали также диагностику ходовой тоже все вот машина прошла 130 тысяч кстати уже на секундочку и в принципе претензий к автомобилю кроме того что вот пинки появились до этого не у владельцев не у нас как бы не было поэтому спасибо что смотрите наш канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете об этом автомобиле нашей работе и рады видеть у вас в нашем тех-центре вот так вот да вот целых